всем вам добрый вечер детектор жизни снова в эфире у нас гостях вячеслав неруш блогер добрый вечер добрый вечер слав готов начать я готов готов я сейчас в обморок упаду но давайте раз уже пришел я доведу это дело до конца у них такой психолог очень такой все располаживающие глаза таки добрый как у ильича прям но таня да 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 я это пританцовываю на вас ради чем давайте неруш вячеслав сергеевич дата рождения 17 мая 1974 года место рождения город алматы образование украинская академия внутренних дел специальность юрист правовед послужной список уличный дистрибьютор помощник бизнесмена представитель юридических интересов граждан по гражданским делам охранник на заводе из киргаз менеджер по рекламе в рекламном агентстве киев заместитель директора фэмили парка генеральный продюсер радио сити мастер по установке карнизов компании анкара текстиль преподаватель права в алма-атинском технологическом техникуме продюсер наше радио в казахстане арт-директор сети развлекательных центров метро начальник отдела кей-тиринга сети общественного питания достархан продюсер ночного клуба жесть генеральный директор freedom beach resort and spa генеральный директор эвент-агентства open air продюсер life fitness астана генеральный директор digital агентство чеснок и z авторы ведущей программы по чесноку продюсер кавортинг-центра астана мол мультиспейс семейное положение женат воспитывает двух дочерей ваша фамилия неруш до вас есть какие-нибудь внешние обстоятельства которые беспокоят вас больше чем наше тестирование у них хотя бы раз в жизни вы совершали поступки которые вы скрываете от всех до за последние три года вы употребляли какие-либо алкогольные напитки нет я выпивал раньше нормально выпивал ну короче как все люди нормальные выпивал но а в один момент я услышал что я хочу понять как живут вот эти трезвые вот мне интересно вот вам не интересно чем живут сами выпиваете да ну иногда значит вы не можете понять как чувствует себя человек который совсем не пьет совсем да вы не можете этого понять а я могу поделюсь с вами своим опытом а на самом деле та жизнь правильная веселая ля-ля-ля ну и это правильно и веселая ля-ля-ля они только разные вот тебе все любовь вот нет серьезно то есть это два параллельных мира неплохой он нехороший там нету демонов демоны и тут есть и тут есть и тут есть ангелы и тут есть ангелы и все хорошо женщины тут такие же красивые как и там неправда что там выпьешь а некрасивее становится новый год день рождения и что вот вы если выпьете вероятность того что вы полезете в драку примерно 80 процентов вы короче из группы риска да то есть бутылку залей потеряем журналиста не будет сразу вот ну я образно говорю понимаете ну могу ошибаться ну хотя говорят вот я 6 лет не пью вопрос будешь пить дальше я буду пока своей жизни вы совершали поступки из-за которых вам стыдно до сих пор до если бы вы знали что вас не накажет вы пошли на преступление до отец вас действительно отправил в академии внутренних войск из-за плохого поведения ну да он сказал слушай да ты потом делай что хочешь да вот это юридическое образование самое фиговое гарантированно не пойдешь в армию но у меня честно я немножко слукавил потому что ну я четыре с половиной года ходил в погонах да то есть там в сапогах то есть первый год там это вообще был какой-то адский ад да то есть многие мне рассказывают за свою армию честно сказать меня на не очень возбуждает у меня такие пофиговие было да но в погонах мужчине походить хорошо вот я четыре года отходил в погонах то есть я не считаю меня не надо спросили слова ну ты наверное офицер и вы знаете офицеры родину защищает а вот не по телевидению байки травят как я сейчас сижу понимаете они вот сейчас служат служат они вон они на майдане в строю стоят боевого по этим их коктейли молоток черчоне они тоже заточил с другой стороны говорят но он присягу принимал флаг целого гим пел он офицер он стоит защищает родину сейчас вот у нас где-то там степяки солдаты офицеры защищают а я тут сижу в студии какой офицер я сочувствующим но реакция все-таки была на этот вопрос было но да я и сам вот не знал я хотел туда или не хотел вообще а у человека там в 16 лет там в 17 да там спрашивать что ты хочешь это знаете ну спросить можно а ты чуть понимал то вообще господи прости в это время то есть я потом я в шоке был я в ужасе был куда я попал я еще на абитурии на абитурии вот в долинке вот тут недалеко в караганде нас когда загнали в этот барак который заключенные гулага строили понимаете как давай нас там пинать вот это вот сержанты эти ужасные все обижали нас там пугали всяко-разно понимаете то есть потом ничего привыкаешь но это очень на любителя аттракционы вот у меня было в 14 в суворовской я сам хотел но я теперь не жалею что будет драться это значит с пол бутылки пошел это там там школа такая то есть я знаю так так и не отслужил там ничего было но и не жалею что не получилось вот я вот был бы сын я был отправил в рязанской дшб вот это вот а почему ты от закончить рязанская высшее командное десантное училище а потом иди блогер обработать хуже не будет хотя бы однажды вашей жизни была ситуация где вы струсили да вы действительно стали торговать косметичками после увольнения из внутренних войск до на самом деле я торговал не только косметичками все как жизнь остановила ну да да через там три месяца занятия такой работы я сломался потому что он там нету там никакого творчества вот уж творчество там немерено попробуй продать женщине косметичку это как минимум надо творчески подходить на данный момент существует тема которые вы бы не хотели обсуждать до своей жизни вы всегда поступаете по совести нет вы готовы совершить глупый поступок во имя дела ну да своя сознательная жизнь и вы часто врете да это правда что казахстанский блок платформы это место для общения издранных авторов да слав хотел спросить блогер это кто особенно в казахстане блогер это тот кто имеет блок изначально вот самое тупое его определение там на самом деле много есть определение вот я блогер я написал за прошлый год пятьдесят две статьи можно зайти и почитать а второй я не руш блогер я уж блогер я мульти блогер почему я снял 150 программ по чесноку можно пойти их посмотреть вот поэтому я блогер и мульти блогер если ты говоришь что ты блогер а больше ничего 140 знаков твиттере ты в этой жизни не писал это написал я поел я покакал там еще чего-нибудь и так много но другой стороны их не надо критиковать почему потому что он годик попишет как он покакал в конце так даже даже на него пойдет что как-то ну во-первых а мало бы не очень интересно ну в твиттере ему и напишут убейся об стенку там же быстро блогер это вот важный момент это тот кто создает контент на самом деле сейчас фейсбуке появилась куча народа кто шикарно пишет понимаете я читаю я получаю просто там я не знаю оргазмическое удовольствие от многих текстов от многих авторов фейсбуке почему нет это кайф есть вот допустим блогеры он нифига не пишет но вот он ходит везде и я его читаю в твиттере потому что я никуда не хожу но через этого парнягу я узнаю все он полезный человек который не может работать в интернете вот гипотетически он рано или поздно оттуда отвалится он долго не выдержит сколько мы видели таких он засветился что-то накричал накричал а это марафон соль ты должен поставлять контент не важно какой даже не очень важно какого качества но на постоянной основе это гонка у которой нет конца а а как это может быть тогда когда тебе органически это самому хорошо от этого вот я пишу меня штырит я пишу мне от этого хорошо я очень пришел там в обмороке полным а я взял и написал пост фейсбуке потому что мне эта мысль покоя не дает а кто-то сидит выдавливает из себя эту мысль пускай выдавливает и это ему светит солнце он рано или поздно духу хватит додавить он и выдавит я вот сравниваю то что я писал первый пост мой на гонзо потом допустим 2 он был другого качества 52 пост намного лучше смысле через пять постов ты становишься лучше а на 150 программе чувак может быть вокруг тебя сияние раздастся вот может быть а вот чиновники которые боятся блогеров ученик очкуют говоря языком блогеров почем зря или все-таки есть что там бояться суть блогера же какая блогер не может врать не потому что он джедай честный он боится полиграфа ну слушайте я раза четыре вам совру вы от меня отпишитесь ну да вы поймете мы находимся в той ситуации когда хошь не хошь будешь честным тут у меня есть еще более страшный детектор лжи посмотрите моих 150 программ я там ни разу человеку ни одному не сделал плохо у каждого слушайте саша есть свой скелет шкафу который вообще мы не хочем доставать понимаете у нашего замечательного психолога то ли поковыряться там мама не горюй у всех все люди я не хочу делать то неплохо я хочу поговорить стане чтобы таня чуть на интервью сказал что она сама про себя не знает но добровольно не надо на нее давить вдохновить надо таню вон у нее заблестели глазки порозовела личико шикарно понимаешь это интернет детка вот так говорят то есть там там не надо детектора то не симпатично ничего не надо другой вопрос у правды много оттенков мы же понимаем да казахстанская блогосфере есть проплаченные государственные авторы до то есть больше риторически понятно нет проблема в том что в казахстанской благосфере крайне мало проплаченных авторов вот я хочу искренне чтобы стало больше что называется нормальным журналистом нормальный журналист и деньги возьмет и правду напишет понимаете вот таких нету почему не должны люди зарабатывать деньги в этом криминала нет то есть говорить не буду работать с государством меня посчитают проплаченным блогерам чушь единственно вот какой я вижу баг ошибку системную что не выстроена коммуникация государства с обществом правильным способом а но опять же не государство в этом не виновата и не общество а потому что это не быстрый процесс а государство это огромный океанский лайнер он не может повернуть резко направо что касается благосферы там надо как раз очень быстро соображать благосфере надо быстро соображать так вот человек который пойдет представлять интересы государства благосферу он должен быть тоже где-то частью благосферы но он должен хорошо быть интегрирован и в государственную машину в том числе он не должен бояться там этого своего шефа но в то же время и шеф должен к нему с пиететом относиться не так вообще иди сюда потому что хочешь потому что получается что в каждом городском акимате должен быть человек такой по связям с общественностью допустим в городском акимате должна быть прям сильная а интернет-служба почему компания там допустим крупные сотовые операторы без названия они создали давно уже smm отделы в которых по 2 человек сидит отжимается почему в акиматах нету smm отделов которые обслуживают facebook twitter instagram а вконтакте казахстанский сегмент контакта два с половиной миллиона человек как не больше facebook миллион человек twitter там фигово туча народу это что никому не надо всем надо допустим может быть государством бы хотела работать с нервушем да но я не хочу работать с государством почему я не хочу никаких тендерах участвовать смысле мне не нужно это все слишком сложно это у меня займет кучу времени да то есть я не хочу там в очереди стоять нигде то есть зачем мне это нужно я не хочу но мог бы я что-то полезное сделать мог и сделаю и буду делать я патриот нормальный еще тот поэтому должны быть специальные спикеры коммуникаторы вроде бы эти пресс-службы есть но они работают через же вот это тоже правда ну то есть вот если вот так черту подвести то что проплачивает благосферу ничего страшного но блогеры должны быть с головой правильно нифига правильно что государство начало тратить деньги в интернете потому что я хочу чтобы он развивался я хочу чтобы люди шли потому что ничего там плохого нету они становятся продвинутей быстрее образовывание то есть интернет он приносит людям только все хорошее мы до сих пор в интернете микроскопом забиваем гвозди мы мало понимаем что это такое вот представьте себе сегмент facebook миллион казахстанцев программу facebook написать там две недели стоит две недели по времени понимаете отвалилась у меня это там люди живут настоящими страстьми там тебя могут ранить ты можешь там тебя могут возвысить там тебя могут обрадовать то может быть тихая радость громкая радость то есть в общем весь спектр человеческих жизненных эмоций ты получаешь соцсетях она живая как это оценивать я не понимаю гангам стайл захватил всю планету 6 миллиардов человек за две недели вы вдумает на это что такое вы представьте что за место гангам стайла вам допустим рассказали какой там новое религиозное учение она тоже за шесть дней все о нем услышат поверить не поверит это другое но если она будет вот похоже на это все послушают поймете то есть почему я бы начинал на месте каждого заниматься интернетом вот допустим вывод вы медищик же все равно да вам надо заниматься интернетом надо потому что когда туда пойдут большие деньги понадобится очень много профессионалов гораздо больше чем есть сейчас и это не будущее не будущее вот это не надо все думать там тоже много людей 10 миллионов людей казахстанцев подключено к интернету в смысле вы когда-нибудь говорили слова которых потом сожалели да отвечая на вопросы теста вы лукавите нет вы правда стеснительный человек до просто сразу вот так не скажешь или там маска нет да это не маска это каждый человек вот вы смотрите в нем боженька заложил нормального человека поток под воздействием от у общества жизни вот это тебя всяко разно там кореживо вот мы сейчас вот достаточно покорежены то что вы сейчас видите вы видите покореженного там сколько тебя там апгрейт или чем добавили что-то отрезали там не все же плохо то там много и много там и плюсового было то не улыбается светится молодец ну вот изначально все люди робки уж они вежливые все они честные все вот они маму любят все папу любят все а потом начинается вот эти вот среда беда молодец да и начинается что он с чего-то думает что сволочу быть хорошо ну я бы поспорил это правда что вы бьете людей которые вас критикуют нет я прошел через горнило к детской жизни если кто знает чуть такое смысле там не бьет людей не бывает тогда тебя бьют то есть я прям бил людей да да там меня тоже били мама не горю все нормально с этим вот и в этом контексте я могу ударить человека понимаете если вот это интересует мы это понимаем бьет ли нервы блогер людей вот честно такого никогда не было чтобы я оппонента там ударил то есть из там совсем люди хамят коррест и блогер не блогер человек который публично оскорбляет мужчину он должен быть готов впоследствии дураку я не знаю меня так учили я может что не понимаю господи прости меня датчик уже клизмочка вот это вот что это такое как шикалка или надувалка хотя бы раз своей жизни вы не выражались матом конечно да просто точно не выражался часть языка вот если представить тело да то есть два руку отрежем то есть это не какой-то образ да так проще выражаться я живу нашей стране и какой я много матерюсь то есть я и не скрываю да это нормально еще раз его то есть и для меня я не вижу в этом крамова никакой да я институт культуры не заканчивал тут уже спросили до интернет это хорошее место там свобода если тебе моя морда не нравится ты от follow все там кнопочка нажимается он follow все ты не видишь этого неруша ненавистного чё париться то в интернете можно написать неруш ты муд внизу если вот не нравится да там убейся об стену там же вот это все можно можно не смотреть программу неруша никогда югалка то есть в этом он гораздо справедливее допустим телевидение потому что в интернете ты составляешь эфирную сетку программную сетку сам то есть интернет это твоя свобода поэтому не может неруш там никого напрягать если тебя неруш напрягает значит и нафига то это надо ну вот как то так верно ли утверждение что все свободное время от работы вы читаете книги нет перечитал там по новой вот пушкина сидел и кайфовал по новой открыть капитанской дочки сидел и вот прям рыдал от поющих в терновниках вот до того трогательная зараза книжка не могу сижу плачу убираюсь ну не знаю да много читаю если есть возможность много читаю ну кстати вот интернету посвящается за день когда ты читаешь ленту вот я по 40 постов я в день читаю в среднем всевозможных разных а я кстати очень благодарен своим друзьям вот кто на меня подписан в соцсетях там издав twitter и фейсбуке а они скидывают очень много прикольно интересной инфы это вот стать одна из фишек соцсетей подписываешься на интересных людей они твой эфиры на любом канале там есть редакционный совет ля-ля ну пять человек шесть человек они блестящие люди они шающие ля-ля а тут две тысячи заботятся редакторов о моей ленте ну каких-то бы я бы там пристрелил потому что я допустим в фейсбуке всех там подписываюсь но очень много людей они очень заботятся обо мне в плане моего развития поверьте я очень хорошо развиваюсь благодаря друзьям из социальных сетей библия действительно является вашей настольной книгой да да библия ей коран читаю с превеликим удовольствием потому что 2000 лет так нижечки вот вы почитаете там вся философия наша вся мировая сегодняшняя доктрина построена на десяти заповедей другой вопрос как исполняется но это же факты я вот в псалтыри вычитал шикарное вот просто вот выражение вот я не знаю это мой сегодняшний там девиз понимаете иные конями иные колесницами а мы именем господа нашего хвалимся все а чё у тебя есть у меня вот это есть вот спрашивали врешь не врешь соврать не соврать украсть не украсть вот это не вот это и человек без стержня его размажет просто он расплескается там в конце ничего не останется на выходе тяжело будет в определенном смысле жить и девальвация там тому причиной а вот найти свое место в жизни найти свой путь сколько народу нашли свой путь пойдем почитаем а сколько думают что нашли на самом молодец вот а многие сколько думают что вот я читал где-то в комментах что неруша называют там казахстанским ахлобыстин да то есть и духовный вроде но и если надо из материться и руку сломать могу да я думаю что ахлобыстин намного талантливее меня то есть глубина погружения тебя там куда-то туда она у всех разная но вот я знаете такая интересная инсунация ее сам додумался существует общий уникальный разум которым все есть он все знает да кто-то называет это богом да то есть ну вот я называю мне так удобнее это все понимать а человек любой может туда подключиться абсолютно любой важно твое сечение то есть у кого-то это вот такое ведро допустим там у фото у федора михайловича понимаете запад а у кого-то вот такая дырочка как харкалка да в школе помните но я думаю халахлобыстина поширше моего будет талант а духовность все все важно сечение у ахлобыстина диаметр вот этой воронки больше у меня где-то вот так у него где-то вот так вы лично считаете себя великим комбинатором до потому что я что золотого теленка что эльфа и петрова я прям люблю все и всей своей любовью и перечитывая не знаю там 150 раз хорошо они руж комбинатора то кто я очень много профильный и многофункциональный человек а я вижу возможности там помните как у гребенщикова иван батхитхарма видит деревья там где мы склонны видеть столбы да то есть я не то что в смысле вы не подумайте я так себя не чувствую но я вижу возможности я их делают и это там создает там кита под контент какой-то да там либо деньги либо возможности либо движения какие-то в этом контексте однозначно я достаточно хороший комбинатор это факт вы считаете что заслуживаете большего внимания чем имеете да чего нервису не хватает я объясню если ты идешь в интернет ты работаешь с аудиторией до нормальное желание хотеть чтобы аудитория была больше допустим у ксюши собчак у нее в кармане и и брюк до каких-то в гаджете аудитория 250 тысяч человек ее в твиттере читает эта аудитория хорошая нашей местной радиостанции в прайм-тайм а спросите меня слова ты хочешь так я хочу так я хочу аудиторию нашей хорошей радиостанции иметь в своем гаджете это круто то есть правило такое когда ты нарабатываешь большую личную аудиторию те сами придут с деньгами не надо там ничего продавать стараться если ты читаем если ты востребован да и я хочу добиться этого я и не скрываю этого 250 тысяч человек читатели вот это нормально прикольно это это не нормально чувак это рок-н-ролл не у всех наших каналов prime time такая аудитория это гэллоп вам рассказывает ребята что у вас так смотрят понимаете а есть гола почему-то не пишет что три миллиона казахстанцев вообще телевизор не смотрят что ты там не читал вы часто мечтаете об абсолютной свободе до нужна ли абсолютная человеку свобода я не уверен понимаете потому что нужна ли мне свобода от семьи нет нужна ли мне свобода от общества нет хочу ли я быть свободным от людей в тоталии нет конечно хочу ли зачем мне классно с людьми другой вопрос иногда не хочу их видеть но это извините это же ну скорее исключение там раз три месяца я не хочу видеть людей не хочу слышать людей не хочу читать и вообще не хочу ничего во время ответа вы хотя бы раз сказали неправду да саша спасибо тебе я тебе уже зато благодать что хоть двигаться можно вывели из этого обморока но впечатления весьма такие интересные между прочим татьяна какое-то свое заключение по моему заключение будет да я давайте уже как есть гость очаровал правдивый больше да судя потому что очень мало сегодня чего загоралось да гость больше более правдивы и даже в ответах трубы не пройдет он уверенных комментировал как опыт то есть даже где-то рядом тоже по чесноку ну так чуть-чуть по щекотать понравилось в целом да нет я же ничего не говорю но это вообще-то ваша программа для меня нормальная в принципе среда обитания вот я так все время живу спасибо что время нашел давайте вам спасибо